Генеральный директор Владимира Суздальского музея-заповедника Игорь Конышев покидает свой пост. Информация об этом появилась сегодня утром на его личной странице в соцсети. В своем сообщении Игорь Конышев пишет, что ему поступило предложение заняться новым проектом и благодарит всех, кто работал с ним эти два года. Именно столько он занимал должность гендиректора. Напомним, в июне 2016 года Игорь Конышев пришел на смену бывшему директору Светлане Мельниковой В пресс-службе музея-заповедника информацию о смене руководства нам не подтвердили и не опровергли. Сообщили лишь, что сейчас гендиректор ВСМЗ находится в Москве. Мы связались с Игорем Конышевым в соцсетях. Исполняет обязанности Родина Мария Евгеньевна. Я же получил предложение от министра культуры и буду заниматься новым проектом. В сфере культуры, разумеется. Дать нам более подробный комментарий Игорь Конышев пообещал позднее. По нашей информации, на должность он был назначен Минкультом России по контракту на три года, который истекает только в июне 2019-го. Вероятно, досрочный разрыв контракта связан с решением министерства. За время работы Игоря Конышева на посту руководителя музея у общественности возникло много вопросов к его деятельности, главными из которых были закрытие детского музейного центра, сокращение ряда научных сотрудников и осовременивание исторических экспозиций музея. На ситуацию, в которой сейчас находится музей-заповедник, люди жаловались министру культуры и даже президенту страны. Почетный президент Владимира Судольского музея-заповедника Алиса Аксенова, которая руководила музейной империей 50 лет, в последние годы неоднократно требовала отставки Конышева. По ее мнению, по вине нынешнего руководителя, музей оказался в глубоком кризисе и будущее его туманно. Так что у него уже тут дело плохо. Писис с тысячами подписей граждан Владимира, с тысячами родителей, учителей, просто граждан, которые потеряли такой замечательный дом. Назначать будет в любом случае министерство, да, новое руководство? Да, да, да. Раньше в уставе было написано, что директор назначается при согласовании с местными властями. Этот пункт в последнем варианте, последний вариант устава, по которому он был назначен, он исчез. Это неправильно.